и снова здравствуйте всем привет итак давайте в этом ролике оживим вот этого колобка значит последнего богатыря и потом покажу значит в конце ролика как это все дело делается да вот эта вот штука сам персонаж так единственном паде shift а добавляем арматуру добавляем видимость во viewport in front так это будет у нас центральная нам теперь нужно определиться как он будет работать на как на расширение да на тягучесть или как вот поэтому нужно эту косточку ставить побольше чтобы потом можно было это дело все растягивать именно от нижней части так это будет у нас центральная тут все попроще так ставим е так пардонте выбираем косточку заходим в этот мод выбираем е вытаскиваем косточку это будет по прошлым роликом все нижняя значит челюсть g устанавливаем shift d подставляем значит на верхнюю точку значит на верхнюю точку потом вытягиваем е косточку это давайте сразу делаем рот control пи отделяем эту косточку делаем g подводим ее значит к нижней губе ну к нижней части верхней губы shift d дублируем к нижней губе так эти косточки пока h английская аж можно будет скрыть выделяем аж скрываем единицы нам паде выделяем косточку g вниз чуть подводим shift d подстанавливаем shift d подставляем shift d подставляем shift d подставляем и еще немножко ну тут в принципе много костей не надо просто чем ближе кости они по вам перестают работать ну вот это расстояние думаю нормально так теперь нам нужно завести все эти кости в мэш чтобы все кости были погружены в сетку персонажа смотрим со всех сторон вроде бы все он зацепляет везде он попадает делаем дубликат костей shift d щелчок левая кнопка мыши правая кнопка мыши мир x global переводим их значит сюда на эту сторону на другую так теперь выбираем какую косточку shift d ставим на переносицу чтобы не затрагивала нос shift d ставим контрольную поближе эту можно g чуть чуть подальше делаем косточки с уменьшаем чтобы было поменьше и заводим все эти две косточки прям в мэш так так теперь нам понадобится вот эту косточку shift d подставить на века shift d еще одну на века shift d на века повторяем копирование и установку размещаем косточки чтобы более-менее значит было нормальное расстояние ну одинаково да так теперь еще косточку shift d на низ shift d симметрично ставим напротив друг друга возможно так и теперь те кости которые не зашли в значит в сетку заводим их глубже у глаз так тут тоже самое повторяем заводим кости туда поглубже сильно глубоко не надо заводить даже если косточка находится рядом сетка она все равно ее завяжет так теперь shift d проводим значит ограничитель между веком здесь много костей в принципе не надо вот так мы опять же все это дело затаскиваем в сетку так теперь нам нужны верхние вот эти брови shift d м д м так смотрим чтобы все это было опять же в мыши здесь уже глубоковато эти все штуки сидят можно их вывести немножко вперед ну как бы как бы да так теперь что нам нужно ну по прошлым роликом shift d ставим только на нам поди g выводим косточку давайте на нос чтобы можно было носом значит управлять потом от этого носа делаем shift d на ноздри по косточке поставим чтобы тоже можно было их двигать так ну а здесь мимику можно шибкие именно она будет сделать потому что как бы здесь костей много и не надо ну то что получается да еще можно значит выбрать shift d одну косточку поставить на переносицу ну на эту вот штуку две косточки ставим чтобы можно их было сужать alt h возвращаем видимо всех костей выбираем верхней кости рта и и прикрепляем к верхней косточке открытый контрол пики пол сет и значит теперь убираем нижние кости значит губы и вяжем их через shift к нижней косточке челюсти контрол пики пол сет эту косточку вяжем голове центральный контрол пики так теперь единицы пока не надо давайте выберем все вот эти кости сделаем шифт д мира икс глобал и одну косточку я зацепил центральную я ее просто удалю так теперь нос вяжем полностью к верхней косточке типа верхняя челюсть контрол пики пол сет так теперь все кости вот эти вот которые находятся на значит ограничители век и так далее выбираем c английскую и так все это по берегам можно выбирать как те кости которые не участвуют в движении глаз тоже выбираем это косточки сейчас вам покажу отдельно потом так и через shift вяжем уже голове контрол пики пол сет так тройка на нам платье добавляем теперь косточки которые будут закрывать наши глаза shift d отводим косточку делаем с чуть побольше чтоб видеть и задираем g можно чуть приподнять делаем shift д дублируем и перекручиваем подставляем это будет косточка отвечать за нижние значит веки и две косточки эти вяжем голове контрол пики пол сет также эти две косточки дублируем смысле копируем потом дублируем делаем шеи в д правая кнопка мыши щелчок правая кнопка мыши x global и подставляем на этот глаз теперь что нам нужно нам нужно выбрать кости которые будут участвовать закрывание открывание глаз и вяжем верхнюю часть значит верхней косточки контрол пики пол сет так а нижней кости вяжем к нижней косточке контрол пики пол сет то же самое проделаем с другим глазом не затрагивая косточки ограничители которые просто будут находиться и не давать глазу ниже опускаться до вот этой части так теперь выбираем и вяжем к верхней косточке другого глаза контрол пики пол сет так теперь значит убираем нижней то же самое повторяем комбинацию операцию контрол пики пол сет ну в принципе все персонаж готов так теперь что нам нужно сделать теперь нам нужно зайти в обжиг мод и если мы захотим допустим аж анимировать язык то нужно кости поставить и на язык если нет то в принципе оставляем все это дело так по глазам что по глазам ну давайте глаза тоже сделаем глазам уже заодно значит рик альт аж вернем все на место выберем кости зайдем по смотр выберем косточку ем так не посмотрите дитмод е вытаскиваем косточку альт пи clear parent подводим по прошлым роликом глазу уменьшаем подгоняем ставим на середину делаем с здесь большая косточка не понадобится но нужно чтобы она находилась находилась именно по центру глаза семерка на нампаде делаем значит что у нас вытяжку его на глаз делаем шеев дэ вытягиваем косточку ориентира шеев дэм делаем дубликат и делаем по центру косточку управляшку копируем две косточки делаем шеф дэм мира x global переставляем на этот глаз так эту косточку и эту вяжем к управляшки control пики повсет так а управляшку и вот эти кости глаз тройка на нампаде вяжем голове control пики повсет так ну в принципе все заходим теперь все это нужно привязать выбираем нашего персонажа выбираем rig control пи white automatic widget так теперь нужно выбрать зубы выбрать через shift кости зайти в post мод выбрать верхнюю косточку цветов челюсти сделать control пи и сделать бон так надеюсь что кость зубы привязались так где-то тут тут у меня мыша изъеживается так выбираем кости заходим в пост мод и вяжем нижнюю челюсть к нижней косточке control пи бон так то же самое проделываем с глазами можно так сделать но можно сделать и выбрать просто как глаза так как они не находятся у нас не в мыши не рядом с мыши и можно их значит привязать просто control пи white автоматику этот так выбираем рик заходим в пост мод делаем только на нампаде сначала давайте настроим глаза выбираем значит вот так вот эту косточку эту control shift c тректу жмем по y по z и это тоже так же делаем control shift c сочетание клавиш тректу и y z меняем оси так проверяем если сейчас мы будем водить один глаз не привязался бывает такая штукенция значит заходим в обжиг мод выбираем глаз делаем по смотку он control пи бон 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 так теперь заходим выбираем рик проверяем глаза не отвязался ли второй глаз так веке не хочет вот это привязываться что нужно сделать сделать ему делит и сделать семерку на нампаде шрифт д и перевести его в эту сторону отключить арматуру привязать с это режим можно геометрии и этот глаз тоже можно с это риджин геометрии так выбираем повтор на глаз заходим посмотрим косточку control пи бон так смотрим вот такая болезнь бывает значит или нужно зайти теперь отвязать это все альт пи так альт пи тип трансформе альт пи clear parent удаляем модификатор и тогда пробуем привязать контрол пи бон отдельно так теперь заходим опять же проверяем все на риге как все работает вот видите опять он не хочет работать не беда как говорится да было у меня тоже вот такая штука с глазами так что и тебе не да а ну-ка пробуем раз и опять контрол пи white автоматик выйдет заходим форс мод ну тогда не проблема тогда как говорится это не проблема альт пи clear parent альт пики транспорт альт пи parent инвершивол дэн семерка нам пади делом шриф дэн пробуем привязать этот первый глаз контрол пи бон контрол пи дэн семерка нам пади и получается так а что получается контрол шрифт цен трек ту глаз поднялся y z все настраполился все за рак а теперь этот не работает да что ж так и так отключаем трек ту выбираем кости контрол шрифт цен трек ту все глаз не привязался один опять так заходим в обжиг нот выбираем глаз пост мод контрол пи бон обжиг нот выбираем рик забираем пост мод контрол шрифт цен трек ту все глаз привязался надеюсь будет все работать а ну-ка все бывают такие сбои с какими-то деталями так что когда-то все гладко когда-то все не очень так ну давайте сразу заменим вид костей м панель ректу это будет у нас из так нет это будет контрол z это будет финджер и тогда вот эти будут из а это будет у нас с так так и почему такая штука тогда нужно вот эту прибавить да ну и назначим теперь материал бонгруп добавим какую-нибудь синюю это будет пускай зеленая это пускай будет ну красное допустим так есть такое дело кость управляшки делаем циркл так можно по низу можно по высоте выше поставить да так теперь это будет желтый так по прошлому ролику давайте челюсть сделаем финджер и челюсть всегда делайте больше чтобы вы ее смогли видеть в любом месте с любой точки так теперь значит тут это кость будет у нас лайнер красить ее не обязательно она просто как бы есть но она в анимациях участвовать не будет к ней просто привязаны зубы и какие-то кости так на нос давайте тоже финджеры и пусть будет зеленые так зеленые плохо видно давайте пусть будет синие так кости управляшки теперь вот этими глазами это будет у нас опять же финджеры только побольше размера чтобы опять же мы их могли видеть вот под такими ракурсами значит так две будут красные две будут другие так 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 теперь значит кости ориентира тоже пускай будет лайнер ну главное что знать что они здесь есть но это уже тоже поменьше пусть будет нейтральный цвет так это будут у нас кубы так это будет у нас финджер назад так ну кубы я думаю не надо вот так красить их в принципе и так видно вот эти вот можно покрасить будет это будет у нас тоже тоже будут кубы пусть будут красные так есть такое дело ограничители нам не понадобятся это пусть будет тоже кубы только будут зеленые так веки сделаем сферами и прибавим размеры им чтоб видеть так пусть веки будут пусть будет синий да пусть будет синий да пусть будет синий да так тогда выбираем рот нижний можно сделать на кубы или пускай будут сферы это будет желтые а вверх будет кубы так а кубы будут зеленые чё ты мать так теперь значит н панель закрываем теперь значит закрываем н панель тройка на нампаде выбираем все косточки глаз заводим в бошку персонажа ну как бы нормально да так тестируем теперь значит так сначала сохранил тестируем закрытие глаз шикардосма и тестируем закрытие рта и вот и 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 Здесь можно ещё, значит, рот растягивать как-то, да, но это уже в анимации. Можно добавить здесь кости тоже ограничителя потом, если будет вам интересно. Ну, а так, в принципе, нужно найти теперь как бы анимацию вот этого персонажа. Так, выбрать теперь, это А, И, прописка, лок, рот. Вот, поставить кейнг. Так, и теперь нужно зайти в Object Mode, выбрать персонажа и немножко, наверное, скульптом его тут подкорректировать. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, выбираем теперь RIG, заходим в POST MODE, английская A, смотрим так, теперь... И открываем ROT. Так... Продолжение следует... Так, нос можно двигать... Брови работают... Брови работают... Ну, в принципе, что... Всё можно делать, да... Добавить, наверное, всё-таки косточки можно... Снизу, чтобы, как бы, вот, щёки сильно так не поднимались... Объём вокруг нижней челюсти... Вот так... А ну-ка, проверяем... Skyl... Если поставим на Skyl... Ну, можно растяжение ему ещё настроить по прошлым роликам, да... Короче, здесь можно как хотите его уже... Мять, кидать... Делать ему эмоции... Короче, зашибись... Так, сохраняю файл сейв... Вот так вот... Сделаем на заставочку... Так, и давайте посмотрим, как этот персонаж, значит, делался, да... Так, если есть у меня, ну-ка, история... Сейчас я посмотрю... Угу... Так, где она... Тут забыл я... Вот... Клад сейв, да... Так, я ещё, кстати, очки забыл закинуть на Боба Марли... Ну, если что, думаю, у вас проблем с этим не будет, да... Так, это кто у нас тут... Так, это предыдущий... Файл... Open... Да... Нет... Рабочий стол... Так, получился вот такой, значит, персонаж... Вот так он выглядит... И, в принципе, как он должен делаться... Давайте откроем сферу, допустим... X... Симметрию... Находим середину... Такая... Make Polymesh... Пардонте... Находим середину... Чуть-чуть я вот так вот мажу... Потому что это версия 2019... И... Ориентиров тут боковых вот этих нет... Так... Следом закидываем текстуру... Import... Находим, допустим... Как он тут... Выглядит... Качаем картинки, да... Так... Надеюсь, я сейчас его найду... Так... Ну ладно... Потом куда-то их дел... Может удалил уже... Тогда импорт... По-моему, одна... Остала... А, вот он... Остаться должна... Выбираем текстуру... Включаем текстуру... Подключаем ее видимость... Делаем меньше прозрачность... Делаем чуть перекрутку, если надо... Так... Z... Отключаем глаз... Наводим нашу... Вот эту сферу... На нашего персонажа... Более-менее... Как бы выравниваем... Включаем покраску... И... Красим... Вот у нас получается... Такой персонаж... По которому... Потом просто производится лепка... Так... Con... Z... Нужно сделать... Поплотнее сетку... Нашему персонажу... И тогда... Уже еще раз покрасить... И вы видите... Насколько он становится... Четче... Вот... И вот у нас получается... Вот... Это... Дело... Которое нужно просто... Пролепить... Выбираем кисточки... Ставим на... Выдавливание или... Надутье... И... Через альт... Где-то что-то уплотняем... Где-то что-то добавляем... Губу прорисовываем... Делаем губы ему побольше... Нижнюю губу добавляем... Добавляем нижнюю челюсть... Ну и верхний... Не забываем провести... Когда у нас что-то получилось такое... Делаем... Мофтопологи или мофтеластик... Корректируем тогда уже... Конкретно форму нашего персонажа... Подкрашиваем... Добавляем ему... Значит... Добавляем ему потом... Веки... Пролеплим глаз... Дорисовываем текстуры... И все... Вот у нас получается как бы... Прикольный... Персонаж... Вот такая штука... Все... Всем пока... До свидания...